Вот так выглядят теплотрассы в Первомайском микрорайоне, которые городская администрация передала на обслуживание теплосервису. Именно их состояние и стало причиной несвоевременного начала отопительного сезона в домах, которые отапливает Белка-Фаворит. Руководство предприятия и администрация города никак не могли договориться. Из-за серьезных разногласий между руководством ООО Белка-Фаворит и администрацией города Слободского по вопросу продления договора теплоснабжения на прежних условиях, отопительный сезон в Первомайском микрорайоне фактически был сорван. Проблема заключалась в том, что теплотрасса, которая ведет к ООО Белка-Фаворит и собственником которой является администрация города Слободского, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. А именно на ней отсутствует теплоизоляция и, как следствие, все убытки по потере тепловой энергии ложатся на ООО Белка-Фаворит. Постановление о начале отопительного сезона администрации города было принято 15 сентября. Тепло в дома Слобожан и учреждения должно было поступить 25 сентября. Но в Первомайском этого не случилось. Белка-Фаворит отказалась начать отопительный сезон, несмотря на изданное городской властью постановление. Согласно требованиям действующего законодательства, теплооснабжающая организация не имеет права в одностороннем порядке отказаться от договорных отношений в момент начала отопительного сезона, поскольку для этого предусмотрена сложная административная процедура. В связи с этим Межрайонной прокуратурой 26 сентября 2017 года было подготовлено и направлено исковое заявление в суд об обязании ООО Белка-Фаворит начать подачу тепловой энергии в жилые дома и на объекты социальной сферы. Данное заявление было рассмотрено Слободским районным судом и требования удовлетворены в полном объеме на основании решения суда от 29 сентября 2017 года. Так, на объекты, которые получают тепло от спичфабрики, оно стало поступать лишь 30 сентября. В своем решении суд отметил, что ООО Белка-Фаворит были нарушены права потребителей, граждан, которые добросовестно оплачивают коммунальные платежи, и действия ответчика были расценены как злоупотребление права. В настоящее время хозяйствующий спор между МУП, управляющей компанией Первомаяц и ООО Белка-Фаворит по вопросу заключения продления договора теплооснабжения рассматривается арбитражным судом. Управляющая компания Первомаяц здесь выступает стороной договора с теплооснабжающей организацией от лица потребителей, жителей микрорайона. К ней у спичфабрики претензий нет. Договориться не получается без суда именно с администрацией. По обращению ООО Белка-Фаворит прокуратурой с привлечением Ростехнадзора были проверены сети. Те замечания, которые были указаны ООО Белка-Фаворит, нашли свое подтверждение. Действительно, теплоосети находятся в ненадлежащем состоянии и требуют проведения ремонтных работ. Поскольку теплоосети принадлежат администрации города Слободского, прокуратурой было подготовлено и внесено представление в адрес главы администрации города Слободского, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения. В случае, если эти требования не будут удовлетворены, прокуратурой также будет подготовлено исковое заявление в суд об обязании администрации города Слободского привести сети в ненадлежащее состояние. Своевременно подготовить теплоосети к отопительному сезону не получилось из-за отсутствия денег в бюджете, поясняет администрация. Сейчас доводить их до ума теплосервису сложно, поскольку спичфабрика не перечисляет предприятию плату за транспортировку теплоносителя. Это, в свою очередь, происходит, поскольку не продлен договор. Выйти из этого круга, скорее всего, можно будет только через суды. Однако это спор хозяйствующих субъектов, заложником которого не должны быть первомайцы. Продолжение следует...